Зимой тут тепло, летом жарко, а влажный воздух наполнен ароматом экзотических цветов. Попадая в оранжерей ботанического сада, чувствую, что попал в другой мир – к неизвестным растениям, которые до этого видел только в кино. В оранжереях ботанического сада находится более двух тысяч видов различных растений. И среди них невозможно выделить какой-то один, самый особенный. Все они в своем роде уникальны. Тут много эндемиков, которые растут, например, на каких-то определенных островах. Как раз к 8 марта некоторые растения словно в подарок женщинам зацвели. Например, яркие, но капризные орхидеи не отстают от орхидей и растения стран с сухим и жарким климатом. Первое, что чувствуешь, войдя в оранжерею – сладкий манящий аромат цветов акокантеры – южноафриканского дерева. Но африканская красавица таит в себе несколько неприятный сюрприз. Растение само по себе очень ядовито. В его соке и в древесине содержится колоссальное ядовитое вещество, из которого изготавливали раньше острельный яд. Но если просто вдыхать аромат растений, либо вставить его в какой-то букет, в композицию, то растение не представляет никакой опасности. Самое главное, чтобы он не попал в пищеварительную систему. Цветы питоспорума или смолосемянника также обладают приятным сладким запахом. Есть у растения и полезные свойства. Его листья выделяют фитонциды – биологически активные вещества, способные обеззараживать воздух. Такое деревце можно вырастить у себя дома и надолго забыть о простудных заболеваниях. В домашних условиях можно вырастить и фикусы. Правда, большинство домашних фикусов скорее напоминает куст. В природных же условиях фикусы вырастают до весьма крупных размеров. Они могут вырастать, занимать территории гораздо больше, чем все эти оранжереи, которые мы с вами видели. И являются поэтому основой всякого тропического леса. Благодаря воздушным корням, которые у многих фикусов образуются, они как раз и занимают такие большие территории. В частности, в фильме «Аватар» дерево, на котором жили обитатели этой необычной страны, как раз это фикус. А это эупаториум – медоносное растение, с которого пчелы Южной Америки собирают мед. Правда, в оранжерейном комплексе пчел нет. И эупаториум может порадовать посетителей сада только яркими сиреневыми соцветиями. А вот плоды экзотических растений можно увидеть в оранжереи с цитрусовыми и плодовыми деревьями. Нашей съемочной группе посчастливилось увидеть, как растет лимон и гранат. Вообще, в разное время года в этой оранжерее плодоносят и другие растения – лайм, апельсин, мандарин, инжир, фейхоа, папайя, банан и грейпфрут. Отдельное место в коллекции ботанического сада занимают кактусы. Из всех видов растений, представленных в оранжерейном комплексе, половина – кактусы и суккуленты. Кактусы, как вам известно, растут в основном в Северной и в Южной Америке. Среди них много самых разнообразных интересных кактусов. Многие кактусы используются местным населением для изготовления цукатов, например. Да, и многие кактусы используются даже на корм скоту, конечно, когда обрезаются колючки. Цветение кактусов приходится на весенний-летний период. И поэтому много цветущих кактусов сейчас в оранжереях найти не удастся. Но оранжерейный комплекс Донецкого ботанического сада открыт для посещения в любое время года. Экскурсоводы оранжерей не только покажут посетителям все растения, но и расскажут связанные с ними легенды. В праздничные дни экскурсии также будут проводиться.